Принести свои извинения тем, кто присутствовал в прошлый раз, когда я не смог прийти. Потому что это для меня не характерно, мне было очень неудобно. Всему виной, в принципе, работа над одним кинопроектом. Я надеюсь, что он состоится и это будет таким извинением перед автором. Потому что проект хороший. Я очень надеюсь, что он дойдет до конца. Теперь о проекте. Не люблю так говорить про книжки, но в принципе все равно сейчас это очень модное такое слово. Проект. Теперь о заставе и о цикле книг по граничью. Это действительно такой межавторский проект, как это называется. Я придумал такой цикл книг, в который будут писать разные наши авторы. Причем авторы известные. Авторы такого первого уровня. С несколькими из них я писал в соавторстве. То есть выйдет скоро книжка моя с Александром Громовым. Книга под названием «Реверс». Ну, в общем, там будет несколько книг, в которых я участвую. Потом будут книги уже сольные без меня. То есть в целом здесь общий сеттинг, как выражается, «Игроделы мой». Придуманный мир, придуманная общая история. Но в рамках этой истории авторы могут создавать и свои миры. Ну, вот это вот первая книга. Дальше история будет раскручиваться, продолжаться. Она будет уходить в какие-то другие необычные миры, возвращаться на Землю и в мир Центрума. И я надеюсь, что это будет действительно интересно, потому что авторы хорошие. Александр Громов, Михаил Терлинг, Владимир Васильев. И далее еще работает целая группа людей, которые пишут книги. Спасибо. Здесь вопросов с Сергеем. Вам было решение задавать. В общем, интересует об этой новой книге, о других его сериях, книгах. В ней был вопрос. Есть еще много разных миров, уже созданными вами. Мир, который вы описываете в заставе, в котором будет основы пять. Теории «Пограничья». Вам в основном нравится именно один из наших миров? Он, кажется, вам более интересным, более сложным, более драматичным, более напряженным. Расчитывание в этом мире для героев. Или наоборот, какой мир может быть менее подвержен насилию? Я бы не сказал, что он так слабо подвержен насилию. Он, в принципе, мир достаточно боевой, жесткий. Это мир, переживший такую глобальную катастрофу и откатившийся к так называемому «парапанку». То есть мир, в котором у электричества не сведено до очень второстепенных ролей, в котором, в принципе, нет бензиновых двигателей, поэтому приходится обходиться паровыми, ну и различными элитическими системами. Скажем так, это что-то немножко напоминающее такой жильверновский мир начала XX века. Ну, куда могут попадать люди с Земли и представители других миров. Вот. Мир, это мир такое, действительно, как некая база, основа для приключений. Приключений там будет много. Это вы прочтете в следующих книгах. И на самом деле он вовсе не такой однообразно примитивный. Там есть, конечно, не только далеко, не только паровозы. Там много чего интересного есть. Но это просто будет уже разворачиваться по ходу следующих книг. Мне там после выхода этой книги часто говорили, нет, ну вот можно же сделать там, например, знаете, а можно сделать танк там на спиртовой тяге, а можно сделать там то-то так-то. А почему вот этого нет? Там на самом деле много чего есть. Ну, просто вы не читали же второй, третий, четвертый романы серии. А я мало того, что читал, я еще и участвовал в их написании. Я сразу вас честно предупрежу, что во втором, третьем, четвертом романе я там являюсь автором. Я действительно тоже участвовал, писал и давал какие-то идеи, советы. Но я там был автором второго плана, подчиненным. То есть там в большей мере писали Громов, Терин, Васильев. Они авторы опытные, в общем, которым мне не нужно, так сказать, что-то указывать, управлять. Какие-то вопросы? Не поездно ли отдавать придуманный мир, придуманный вселенным другим писателям? Какого слова видения они могут как-то ее менять? И насколько ли будет удобно и комфортно работать с трампами, предупреждениями? Ну, этот мир как раз придумался для того, чтобы сделать его общим. И тут с этой целью как раз была сделана вот такая конструкция, что есть центром как ось миров, и есть боковые миры, которые бывают как очень похожие на Землю, так и очень-очень экзотические. Например, мир, который описывает в начале своего текста Саша Громов, это придуманный мир, я никакого участия в этом мире не принимал. Он настолько экзотический, что, скажем так, вполне бы мог быть в каком-нибудь фэнтези мире. Хотя, в общем, у него тоже есть какое-то свое рациональное научное объяснение. А потом действия переносится опять же в эти меры центрума. — Спасибо. — У вас, друзья, пожалуйста, спрашивайте, сегодня у Кяненко вас интересует, у вас на новые книжки спрашивают, можно по другим проектам, кстати, если можно, приоткрыть себе заметку тайны, что закинули проект, если вы еще запоминали, как сделать работу, может быть, можно сказать, рассказать. — К сожалению, если я что-нибудь расскажу, ко мне придут ночью страшные маленькие зверьки и загрызут меня насмерть. Нет, не могу, я связан с жестокими условиями контракта. Знаете, есть такие контракты, которые сочиняют такие ключкотворы, что даже пытаться не могу что-то сказать. — Эти проекты еще не сейчас? — Есть несколько проектов. Есть проект сериала по черновику. Сериал, в общем-то, с большим энтузиазмом начинали, и, к сожалению, потом продюсерам не совсем понравилась концепция сценария, над которым я тоже работал. Они его стали уводить совсем куда-то в другую далекую сторону. Я сказал, ладно, тогда делайте без меня. Сейчас там работают другие сценаристы. Я надеюсь, что они не испортят все окончательно, потому что там они как принесли как что-то хорошее, так и что-то очень странное, на мой взгляд. Ну, может быть, этот сериал дойдет до ума, я был бы не против. По-прежнему существует проект фильма «Лабиринт отражений», и более того, там сейчас над ним несколько интенсифицировалась работа, которая стояла года три. И, может быть, этот фильм стартует только... Ну, опять же, как только основных продюсеров устроит основная концепция. Я, к сожалению, за последние два-три года стал гораздо больше заниматься кино. Я говорю, к сожалению, потому что все-таки это для меня более скучная работа. Но очень хочется довести до ума еще хотя бы один кинопроект после дозоров. А я, в общем-то, давно убедился, как, помните, в фильме «Пятый элемент», как говорил главный злодей, хочет что-то сделать, делай это сам, когда он отправился на космическую станцию. Но, к сожалению, у нас, когда отдаешь книгу на экранизацию, по большому счету надо пытаться так или иначе, хоть тушкой, хоть чучело, можно все это контролировать, потому что иначе все это превратится непонятно во что. Спасибо. Если есть вопросы, друзья, пожалуйста, спрашивайте. Конечно, принимается. Тогда у нас замечание. Два серьезных и несколько конечек. Давайте. Первое. Из-за этой книги Вашей проехал мне несколько станций, у меня несколько раз выяснился. Это приятная критика. Второе замечание – это то, что, к сожалению, это было только в течение одного дня, потому что книга будет ухожена. Поэтому надеюсь, что она все-таки будет жить, эта книга, читателям будет пользоваться спросом, и надеюсь, что будет переиздание. И в связи с этим несколько серьезных таких вещей, которые у меня как читателя немножко резонуют. Ну, первое – это то, что вы в конце… Имя спутано дважды. Нет, вы знаете, много стилистических неточностей. Вот сейчас не буду цитировать, потому что не помню, да? Но помню, что сейчас я спротыкался, видимо, там был план выхода книги. Вы знаете, я сам удивляюсь, с чем это связано, потому что на самом деле и выход задерживал, со временем было и редактура проводилась в роликах тщательно. И я потом внимательно смотрел. Ну, то, что у автора, так, глаз забыли, на это понятно. Но я могу сказать, что да, сейчас просто уже все там замеченные ляпы, ошибки, и все это собрано, и сейчас для переиздания уже готов новый вариант. Будет издание второе, дополненное, не скажу, что там улучшенное, но исправленное, по крайней мере. И еще, и не позвольте, еще пару замечаний. Там есть две таких, на мой взгляд, логических ошибки, которые все тут резонуты. Значит, первое, это я понимаю, почему поезд ехал над бедной. Это был очень красивый сюжет, он очень динамично написан, прям, видишь, эта картинка замечательная. А потом, когда выясняется, что они могли быть на дрезине, для всяких специальных приспособлений, и главный, ну, не главное, а героиня, что это, вот, отрицательная. Она это как раз она знала. Непонятно, зачем она сразу возникает поезд и сама, зачем она так рисковала на поезде. Каким писательным поездом, это понятно. Вот почему, если вы в логике сюжетно смотрите, непонятно. То есть, я бы, ну, например, положил бы эту идею, что все идет по декону кому-то из других персонажей. Потому что та, которая это все замутила, ну, нелогично, что именно она это все знала, что может быть, вот, по-разному. Это первое. И второе, вот, на мой взгляд, не совсем понятно, зачем она торгала в штаб пограничных войск, для того, чтобы взять эту бомбу, хотя в это время вторая бомба, она была на заставе. То есть, вы, скажите, почему это? Я с такими словами... Ну, про первое я говорить не буду, то есть, там есть, на самом деле, ответ, но, если я скажу, буду забегать в продолжение конкретно заставы, которая тоже будет после нескольких других книг, там будет история дальше моя про этих же героев. Что касается второго, она на тот момент не знала, что на заставе осталось. Она знала, что застава, так сказать, себя подвержена, так сказать, досмотру. Она не знала, что там осталось, то, что там бомба осталась, в общем, была ошибка. И вот просто подъедели, не обратили внимания. То есть, она уже кинулась потом за бомбой и просто уже, так сказать, за неким последним шансом вдруг там тоже осталось. Ну, в целом, так, ситуация просто такая, что тому миру откуда она пришла это очень необычный мир очень трудно эти бомбы производить по целому ряду причин общем я не могу там дальше рассказывать успокойся на девушка крепкая все будет тоже в порядке насколько сильно было ваше влияние ну как влияние было то есть на самом деле к моему мнению прислушивались что очень редко бывает в кино как правило после того как автор ставит роспись получает какую-то денежную сумму он после этого может идти лесом вот а дальше уже так продюсеры и режиссеры и прочее решают сами что-то делать с его книгой иногда после этого автора вообще зарекается когда-нибудь ходить в кино иногда начинает как пан сапковский ведь я теперь все будет я ко мне приходится предлагает оборот вот этот ящик стола вот эти деньги я подписываю бумагу я больше слышать не хочу я смотреть не буду что вы там снимите потому что автора пусть это всех грустное ощущение когда они смотрят на свои тренизации но я поскольку работал на сценарии то я как увидел все этапы как все это происходило я знаю почему произошли те или иные ошибки те или иные ляпы те или иные отступления сюжета то есть это был не злой умысел дело было не в том что вы сидели беклампедов сэронс там рассуждали их как бы нам еще роман то но полюбина совершенно нет идея то изначально было вообще снимать максимально близко к тем начали максимально близко четко что это невозможно так что я я считаю что это был не самый плохой вариант ну сама жизнь достаточно мистическая загадочная вещь и она полна удивительных совпадений случайностей доожиданности придумывать какие-то лишние чудеса она даже не стоит тот факт что мы живем существуем уже чудо почему люди любят фантастику ну знаете я думаю себя по-разному для кого-то это просто развлечение для кого-то уходом с как-то достаточно серой скучной жизни обычной кого кого-то не устраивает окружающий мир изменить его возможности нет вот есть возможность вернуть вода книжный мир это прекрасно что лучше в книжный мир чем например человек возьмет топор и с криком а ненавижу всех вас побежит на улицу или там возьмет бутылку и начнет там каждый день себя топить книга гораздо более легкий способ и правильный способ уйти от неправильности мира опять же она порой заставляет людей трогаться с места и начинать менять жизнь мир вокруг себя по большому счету я думаю что да фантастика это такой психотерапевтический элемент одновременно и успокоительные обезборивающее иногда и тонизирующие средства очень хорошая вещь подумать какой препарат обладает сразу всеми этими тремя свойствами я задумался интересно очень хочется ответить известной фразой других писателей у меня для вас не только сказать вместе масса любимых писателей фантастов наших зарубежных не знаю что там братья стругацкие всегда были очень важным моментом в моем собственном пути к фантастики кир получил к сожалению ушедший многие из ныне живущих авторов вячеслав рыбаков санкт-петербург к сожалению редко пиши чем последнее время я очень люблю и это одна из самых рада романтичных и нежных одни из самых нежных романтичных книг нет в основном фантастику я это я конечно не настолько замкнутый такой потребитель который знаете там чем пишет фантастику живет этим читается фантастику детей назвал именно написать фантастом жену иногда забывшись кличе тарелитой нет конечно нет но я действительно люблю фантастику это во многом такая моя жизнь и с этим спорить глупо и слава богу не приходится так что я даю сегодня вот прошел собрана купил книжек там такие большей частью с расчетом на старшего ребенка был для себя тоже я согласен я какой-то момент очень обладался там стали а если стала потихоньку иллюстрировать книги я вернусь сейчас с этим моментом поговорю потому что есть некий доработанный корпус иллюстрации который можно вставлять ну просто если вы не знаю там в курсе не в курсе были там большие серьезные проблемы у издательства эскетов в какой-то момент даже стоял вопрос останется ли она существовать или нет вот слава богу все это успокоилось сейчас она реорганизована и как-то начинает жить по-новому например я знаю что очень многие жалуются на качество издаваемых книг на качество бумаги и так далее но сейчас например следующая книга она кстати тоже в авторстве моя книга с авторстве сейчас я расскажу немножко проект она выйдет в конце января выйдет в италии будет очень красивое издание надеюсь понравится выйдет в италии имею ввиду что будет напечатано в италии когда сказал выходит для российского я думаю что будет хорошее качество печати бумаги да разумеется знаете забавно что вы поймали такую смешную отсылку да да это очень маленькая такая маленькая пасхальная яичка я бы сказал запрятанная потому что там конечно в книге в недотёпе в непоседе огромное количество таких пасхальных яиц отсылок которые когда человек ловит ну я думаю испытывать дополнительное удовольствие ему становится смешно вот это вот одно из них там на самом деле я просто в ужасе как с этим работают переводчики сделали в германии сделали адекватный перевод я просто готов свою переводчице пакет поставить она находила по моему нашла практически все вот эти вот игры с другими текстами песни стихами прочим прочим и понимаю что немецкий читатель к сожалению не читал ни горького не крапивина достоевского что понимая все это она очень много всего изменила под знакомый немецким школьникам реалии результате книжка там очень популярна знаете это очень трудно возвращаться в такие вот старые вещи старые давно написано это господи сколько же лет 15 назад писалось это очень тяжело я думал но для этого наверное надо какой-то вот в общем стимул получить вот если начнется действительно съемки фильма я наверное рассказать вам душевшись этим фактом но буду третью часть делать вот если нет не знаю надо ли тоже как бы все-таки в мир достаточно цельный и законченный то есть просто так вот добавлять ему еще одну часть не хочется только если будет повод знаете заморожена она заморожена при этом не остановлена полностью там было довольно много работы художников там создавались образы рисовались примерно примерно известно там нарисованы все персонажи как они должны выглядеть то есть работа была довольно большая я не знаю там достаточно большие деньги на нее ушли потом все это заморозилось это общем то неплохая студия которая выпускает такие всем надо известные мультики как маша и медведь вот это собственно говоря у них как раз права и не хотели делать полнометражку по мальчику и тьме ну и вот они так пребывают в раздумьях потому что тоже что-то там все эти переделать что-то не переделать и браться за такой проект как-то тяжело и это другая аудитория там с вашей выдведи уже рука очень набитой действительно прекрасные мультики я надеюсь что возьмутся но не возьмутся закончится срок договора может быть возьмется кто-то другой будет жалко если наработанный материал останется в пустоте нет спектр нет спектр все-таки так другая совсем ситуация там набратает по сути такой инструмент с помощью которого ключники заставляют людей понять самих себя то есть это такой своеобразный жестокий университет который они людям устраивают здесь здесь как бы идея несколько другая в каждом человеке скрыты его собственные уникальные врата его собственная уникальная возможность иногда смешная иногда дурацкая но все-таки это возможность открыть дверь во что-то новое другой мир и это уже дальше как человек этим воспользуется не воспользуется зависит только от него здесь здесь другие врата вообще как писатель фантаста вы знаете я по большому счету думаю что украина советников по украине как писатель фантаста вы знаете я по большому счету думаю что ну знаете как вы не думаете про блондинку вы встретите динозавра если выйти на улицу какова вероятность ну 50 на 50 это как еще ну либо встреча либо не встреча вот думаю на украине примерно также 50 на 50 либо так сказать по майдане это успокоится как уже бывало либо по майдане и свернут власть поставят но тоже как бывало вот мне к сожалению кажется что не тот ни другой вариант ничего хорошего украине не несет я конечно так вот говорю как представитель другого государства но поскольку у меня много друзей на украине я так сказать их слушаю разговариваю в общем понятно что президент янукович не сильно люк наверно народу украинскому ну по моему там и те силы что рвутся ему на смену они тоже такие своеобразные очень к сожалению все благие мечты о том что сейчас вот сейчас пойдет на запад и запад на радостно вас встретит большие сомнения мне вызывают я в европе бываю постоянно вижу насколько там все тяжело даже благополучной германии только что там ездил был на книжной ярмарке в бонни вы знаете там я нищих которые роются по мусоркам поискам бутылок и банок и собирают их я видел чаще чем в россии узнаете просто непрерывно ширп ширп стоишь на перроне ждешь поезда и за пять минут прошли два или три человека таких очень чистых опрятных то есть они не совсем бомжи они видимо где-то живут у них маленькие фонарички которыми они быстро склоняются надобные подсвечивают если умеет пустую банку или бутылку они ее хлоп ухватывают в аккуратно очень пакет и уходят это германия это германия самая благополучная страна евросоюза если сейчас украинцы думают что сейчас они присоединятся к евросоюзу и им оттуда посыпется к это манна небесная они глубоко заблуждаются немцы знакомы мне общем точно также и говорили по поводу украины что они делают зачем они к нам лезут они что думают это будет хорошо пусть посмотрят на грецию пусть посмотрят на португалию скажите для как вы считаете какой линии грез ушли кей и артур ну они ушли достигли поэтому линию грез каждый находит свою я примерно знаю какой линии грез ушел император грей но я не буду этого говорить кей дальше вышел обратно и к своему ужасу был провозглашен императором галактики что на самом деле принесло ему гораздо больше хлопот чем радости у меня есть начатый четвертый роман из этой серии может быть я однажды за него сяду и допишу потому что в этом мире там у меня потенциал остался мне любопытно но на самом деле это будет очень забавный роман потому что если у нас кейдач был очень такой очень жесткий и даже порой жестокий телохранитель то следующий роман написан от лица очень доброго и даже где-то нежного убийца который получил задание убить кейдача то бишь императора естественно защищенного всеми возможностями приют к смерти и он он честно хочет выполнить это задание и там общем в общем там такая суровая тоже очень вещь она вполне в духе первых двух книг кровь тому хречет непрерывно планеты горят как спички чужие свои коварные планы всячески может быть я когда-то это пишу там есть такое начало спасибо кто же кто же с писателей скажет знаете вы не любите сахар и не хотите сахар и слева то есть писатели сказать что не хотел бы конечно хотел бы почему бы нет для меня экранизироваться в голливуде было бы очень интересно и очень приятно очень круто очень денежно это все понятно господи горе вот это действительно мощная профессиональная такая фабрика грез может быть легко потому что у них существует очень слышно и правило писать сценарий для коли узком фильм про фильма должен только член новая колливудской гильдии сценарист а стать членом голливудской гильдии сценаристах можно только написав сценарий дворского фильма такая забавная вещь если же сценарий писал не чем гильдий только на суде выплачет люди и крупный штраф соответственно когда американцы берут автора не состоящего в гильдии, они как бы сразу закладывают в бюджет штраф за этот факт. Но зато после этого человек становится членом гильдии. У них очень хитро все. Поймите, Голливуд это такая хитрая машина, которая перемалывает все на свете. Я, к сожалению, совершенно спокойно отнесусь без всякого экстаза, если у меня в Голливуде что-то купят, потому что я совершенно не уверен, что что-то из этого выйдет. Как гласят легенды, в Голливуде до сих пор лежат сценарии, написанные на заказке Мингуэя и так далее. И не лежат, и никто их не стал. Голливуд покупает огромное количество прав, огромное количество книг. Там есть права на книги Стругацких, там есть права на книги Лема, права на книги всех более-менее крупных авторов. Гарри Гаррисон рассказывал про то, как у него 20 или 30 лет назад купили право на экранизацию «Крысы из нержавеющей стали». Точнее, не право, а опцион, который надо продлевать каждый год. Ну и теперь каждый год ему Голливуд платил, грубо говоря, 10 тысяч долларов. Я вам сказал, ну что, по крайней мере, хоть этот фильм и не вышел, но эта вещь меня кормит. Так что строить какие-то иллюзии по поводу того, что сейчас придут из Голливуда, купят и снимут, нельзя. Можно строить иллюзии, что придут из Голливуда и купят, даже деньги заплатят. Вот, чтобы еще и сняли. Сергей Васильевич, в тех мирах, которые стоят из мира современной Земли и плюс каких-то дополнительных фантастических персонажей или дополнительных фантастических миров, обычно всегда объясняется, почему большинство людей современной Земли не знают о существовании этих персонажей и миров. А вам не кажется, что здесь есть большое неправдоподобие? Что в реальности Шилов-Мирски не утаишь? В реальности предсуществование таких дополнительных миров и фантастических персонажей очень быстро сталкивается всем. Вы загляните внимательно в интернет, зайдите на специализированные форумы контактеров и прочих, вы узнаете, что существует масса поколенных миров, что люди сюда ходят, что есть эти проходы, двери. Это просто не тайна ни для кого, просто всем почему-то в это не верят основная масса. Знаете, есть такой хороший голливудский фильм «Люди в черном», где один из главных героев в другом показывает, где они берут информацию. берут желтую прессу, газеты и начинают читать, типа, не знаю, там, «Человек-паук сожрал девушку», то это не наше. А вот это вот наше, там, это тоже какую-то дурацкую новость. Вот это говорит про нашего пришельца. К сожалению, у нас такое огромное псевдо-научное, псевдо-правдивое информации повсюду раскидано, что если, вот если реально сейчас появится там 10 тысяч человек, которые умеют путешествовать в другой мир, если даже не все будут про это говорить, это сочтут тем, что появилось еще 10 тысяч придурков. Вот, к тем 10 миллионам, которые уже существуют. Вот и все. Как говорится, вот эта правда, она затеряется в горе фантазии и лжевих. Но ведь среди этих 10 тысяч людей наверняка можно найти антиглодный фурналист, который умеет писать, умеет подавать информацию, который... А вы не читали, например, такой есть Мудашов? Он рассказывает удивительные вещи про какие-то там загадки, там Шамбалы, как он там побывал и так далее. Прекрасно подает, многие люди ему верят. Нет, тут, конечно, всегда можно допустить. Ну, давайте тогда введем еще одно допущение серьезное, что если вот эта вот какая-то тайна, она служит для какой-то группы людей, источником там бизнеса, источником там просто каких-то личных ништяков, хотя бы в плане вот просто там удовольствия от того, что они допущены к такой тайне, то они, скорее всего, будут эту тайну хранить. И журналист, который начнет отчаянно про это рассказывать, может через какое-то время быть схваченным под руки под ноги, оттащенным там в тот же Центрум, или еще куда-нибудь дальше в другие миры. Со словами, вот теперь тут и живи, раз такой улыбкой. Вы знаете, я специально не ставлю, потому что я убеждался, как только писатель начинает ставить перед собой сверхзадачу, типа я верну нашей фантастики смысл, я воспитаю там новое поколение, я буду пропагандировать, не знаю, науку и технику. Как только это превращается, писатель, в общем, исчезает. Появляется такой проповедник, который пытается гнуть какую-то свою линию, на пользу это ничему не идет. Но тем не менее, конечно, я надеюсь, что в моей книге не просто развлечение, что они дарят людям что-то большее. Обидно, конечно, обидно. Я считаю, что у человечества в огромной мере, так сказать, как у старого паровоза, пар ушел с листок. То есть огромное количество ресурсов, ума, времени выброшено. Ну не знаю, на создание кучи каких-то гаджетов. Ну да, ну замечательно, айфон прекрасная вещь там. Ну смысл там в выходе каждой полгода новой модели айфона, или там в выходе еще 150 конкурентов айфону, даже замечательного йотафона. Вот если бы половину вот этой энергии приложить действительно на создание космических двигателей, мы, наверное, уже легко летали бы на Луну. А может быть и на Марс, а может быть и к Юпитеру. Человечество очень увлеклось кучей каких-то таких забавных гаджетов, которые вроде как улучшают жизни, веселят. Да, мы теперь можем нарисовать Марс так, чтобы будет как живой, зато на Марс не летаем. В 70-е годы прошлого века были уверены, что к 2000 году уж точно слетаем, а то может и поселок будет на Марсе постоянный. То есть мы ушли из прогресса в овне, мы вошли в какой-то прогресс внутри себя такой замкнутый. И хорошо бы, если бы он шел еще на пользу, а то в основном прогресс ради прогресса. Мы сделали мобильный телефон весом на 5 грамм. Великолепное достижение. Теперь его можно потерять у себя в ладони и искать слупы. Спасибо. Доброе утро. Да, вот я хотел подчеркнулся, а вот все ваши герои в книжках, их характер и поведение, оно выдумано с нуля? Или все-таки вы, как любой писатель, смотрите на своих друзей, знакомых, и что-то берете с них? Конечно, конечно. Но это общее дело для любого писателя. То есть поверьте, практически в любой книге изрядная часть персонажей это знакомые авторы, сам автор в каких-то своих ипостасях. То есть это совершенно обычное дело. Я себя видел во множестве книжек персонажа. Иногда даже под настоящим именем, фамилией. Помню, у Алдей я был руководителем русской мафии в Донецке. Был там такой Сергей Лукьяненко мафиози. У Головачева я тоже был, уж не помню кто. Но как-то довольно обидно. Он тогда, да, он обиделся на то, что Гессер выкинул его книжку в мусорку по словам Головачев. И что-то тоже такое он написал. Ну, то есть на самом деле писатели, например, друг друга постоянно подтрунивают, иногда беззлобно, иногда более злобно, там что-то вставляют, хихикают. Ну, и точно так же там жена что-то сказала, мы описали сразу, о, глаза загорелись. Ну, жена уже понимает, все, попало. Там невинный ребенок прибежал, папе сказал, какую-нибудь глупостью, папа радуется, сейчас у него там будет. Да, смешная сцена, финишки. Спасибо. Там нас еще разводится. Как это? Так, кстати. Вот, это на самом деле вообще, конечно, смешно и может происходить только, только, наверное, у нас в стране. То есть я реально запустил сейчас два проекта. Если вот этот вот проект «Пограничья» это проект опытных, известных писателей, кстати, я всем советую, что скоро выйдет фильм по книжке Александра Громова, с которым у нас второй роман тут написан. Вот фильм-вычислитель. Вот, наверное, любители фантастики слышали, это должен быть очень хороший фильм. Фантастический фильм. Я надеюсь, это будет по меньшей мере и не хуже «Дозоров». А может быть и получше. Снимался в Исландии и, как я понимаю, там работали всерьез. Очень хорошие актеры и наши, и зарубежные. Фильм наш. Так вот, значит, вот этот проект «Пограничья» это проект для мэтров, для старых опытных писателей. А другой проект я запустил для писателей молодых. Потому что у них сейчас, грубо говоря, самая печальная ситуация. Книга начинающего автора сейчас, ну, она может опубликоваться, но тираж будет такой, что вы ее не найдете на полках. Библиоглобусе просто весь тираж, наверное, затеряется в любом из залов. Целиком его можно завести и по полкам спрятать во вторых лигах. Значит, второй проект это проект «Дозоры». Это история из мира дозоров, не затрагивающая основную сюжетную линию, то есть линию Городецкого, Гердесера, Заволона, но рассказывающая о дозорах в других странах, в другие эпохи, в других городах. И сейчас будет выходить несколько книжек. В первых книжках, опять же, я являюсь соавтором. Опять же, подчеркну, я здесь тоже выступаю в роли, может быть, куратора, но не главного пишущего автора. И я вам скажу, что это замечательные книги, которые писали авторы молодые, но авторы с очень большим, на мой взгляд, потенциалом. Первая книга называется «Школьный надзор». Мы ее делали с автором Аркадием Шушпановым. Автор интересный, очень любопытный. И, скажем так, я думаю, что она вам понравится. Я, опять же, там большую часть отдал ему на откуп. Сам приложился в нескольких местах, написал несколько фрагментов. Но, так сказать, в основном, это творчество действительно молодого автора, в рамках моего мира. Получилась, кстати, очень интересная история. Настолько интересная, что сейчас уже пишется продолжение. Уже будет продолжение без моего участия. Я, собственно говоря, просто развел руками, сказал, что мне тут ничего контролировать и править не надо. Все получается и так хорошо. Вот эта книжка, ее запустили печатать в Италии. Она вся из себя будет такая красивая, замечательная. Я просто развел руками и гневно спросил родное издательство. Так, а почему это, значит, книгу в соавторстве? Печатаем в Италии, так хорошо, а у нас все остальные печатаются у нас. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, как-то изменится подход к моим собственным книгам. Видимо, они так по принципу. Но тут все-таки книга в соавторстве. Чтобы продалась, надо сделать ее как можно лучше и красивее. Там макет внутри такой очень красивый, богатый, не то, как обычно. Посмотрим. Надеюсь, что все книги будут точно так же выпускать. И будет еще несколько книг. Это, на самом деле, очень такой долгоиграющий проект. Там очень интересные истории. Там есть книга про дозоры, про ночной дозор и дневной дозор в 70-е годы прошлого века. То есть, как жили дозоры при Советском Союзе. Там будут истории про дозоры во времена Карибского кризиса. Там, собственно говоря, просто молодые авторы имеют возможность порезвиться в этом фантастическом мире и показать, что они действительно чего-то стоят, что они умеют писать. Сейчас просто такое время, что для выживания автора очень часто нужно нужна такая рекламная какая-то раскрунка. Например, в других дозорах в мире. Спасибо. Еще вопрос. Сергей Васильевич, скажите, а Вы сами посещаете терраские ресурсы сети интернет? Я не говорю про скачивание. И если да, то какие? Не, ну, во-первых, я посещаю, я мониторю. Во-вторых, я скажу, что мне доводилось несколько раз скачивать даже собственные вещи. Ну, понимаете, нахожусь я вне Москвы, вдруг понимаю, что там для какой-то цели мне нужен собственный текст. Ну, в общем, проще всего оказалось пойти к пиратам и скачать у них. Как-то я, в общем, зазорно его ничего не чувствую. В принципе, у меня, скажем, есть такое правило, что я считаю, что оно достаточно разумно, что если какая-то вещь, кино, не знаю, книга не имеется реально в продаже, если их невозможно просто реально приобрести, если правообладатель этим вопросом не озаботился, то, в общем, я не вижу никакой беды в том, что ее какие-то люди выложили в сеть. Это как в свое время сделал Максим Машков, создавая первую библиотеку такую электронную. То есть он выкладывал все, что только мог, но если приходил правообладатель и говорил, вы знаете, вы нарушаете мои права, пожалуйста, вот эти вещи снимите. Вот. И он тут же убирал. То есть я считаю, что вот это принцип правильный. Если бы наши так называемые пираты так поступали, к ним бы особых претензий со стороны никого не было. Ну, они же, в общем, занимаются как раз не этим, они стараются выкладывать горячие новинки. А в результате выкладывания этих горячих новинок мы лишаемся переводов, мы лишаемся книг начинающих авторов. ну, в общем, то есть нам был еще один вопрос. А вы не планируете к Дозору больше возвращаться? Я планирую, планирую. То, что, так сказать, я дал вот эту, создал вот сейчас серию для начинающих авторов по игре в Дозору, у них там есть правило, моих персонажей не трогать. То есть там не писать про Гиссера, за Улона, потому что не сразу радостно. Так, а можно мы там про Антона Городецкого? Нет, как-то нельзя. Я собираюсь написать шестую и последнюю книгу из вот этой истории, то есть завершить вот эту историю Городецкого и компании. Почему шестую? Ну, потому что, так сказать, надо как-то остановиться вовремя. Вот, я и так на пару книг дольше протянул, чем планировал. Я думал, что будет четыре книги. Ну, на шестой я надеюсь, что всю эту историю я закончу и она будет достаточно внутри себя вся законченная. Уж не знаю, как понравится, не понравится читателю, но... Давайте последний вопрос и автор. потом будем подписывать книги. Можно? Да, пожалуйста. А вот я хотел бы сказать, не располагаю ли у какой-то информации журнал «Если» фантастическое? Располагаю. Располагаю. К моей большой радости информация хорошая. Дело в том, что журнал «Если» он некоторое время назад прекратил существование, что, на мой взгляд, было бы большой бедой. Да, во многом из-за пиратов. Во многом из-за пиратов, потому что после того, как его добрые люди стали сканировать и выкладывать в сеть через несколько, буквально дней после выхода, его выпуск, который, в общем, и без того много прибыли не приносил, стал просто убыточен. Журнал прекратил свое существование. Но вот к моей большой радости некоторое время назад все-таки были найдены спонсоры и сейчас возобновляется его выпуск. Журнал начнет выходить с апреля 2014 года. Он будет и в киосках союз-печати, и снова будет подписка. Его главным редактором будет Дмитрий Байкалов, который работал в журнале. Я, скорее всего, тоже буду там в редакторском совете, ну, как было и в предыдущем, в предыдущей его инкарнации. Скажем так, все члены редакторского совета, все писатели уже дали обязательство написать тексты для этого возрожденного номера. Мне велено написать фантастический рассказ про космос. Отказаться не могу, так что сейчас буду писать. Марина и Сергей Диченко пишут. Все пишут, все, в общем, рады, что журнал все-таки оживает. Спасибо. Хорошая новость. Хорошая новость. Я тоже очень рад. А вы просто пионерий написали про космос? Да, ну, это было такое эссе, скорее. Это не рассказ художественного, это эссе просто. Другой жанр. Спасибо. Спасибо. Это позитивное отношение. Давайте будем перейдеть к артографу. У нас кишки артограф. Что же пишут? Спасибо. Спасибо. Помните, что сейчас было несколько поездок? Такое количество было от артографов? Спасибо. Конечно. Спасибо. Спасибо.